Я приглашаю на сцену директора высшей школы международных отношений и востоковедения Эльмиру Камильевну Хабибулину. АПЛОДИСМЕНТЫ Руки, запахи, видела эти загадки собственными глазами. Я вижу, что руки поднимаются, вы были, вы тогда сегодня поможете мне, а я постараюсь достаточно кратко, но довести до вас тоже сведения об историях, о загадках этого города. Если мы вернемся к истории Стамбула, то мы узнаем, что город был основан в 659 году до нашей эры и назывался город Визанс, потому что был столицей Византийской империи. Далее город был переименован в Константинополь, потому что был городом Константина. Пытались городу присвоить такие имена, как Древний Рим, Новый Рим, но эти названия не прижились. И только когда уже османцы, ныне турки, завоевали этот город, город приобретает свое новое название. Это название, которое по сей день мы знаем, Стамбул. Как же складывалось это название? Есть версия, что город Истанбул образован из двух слов. Истинполен, то есть город, в который идут, потому что город собирал в себя много-много путников. В этот город съезжались все торговцы, в этом городе делались огромные политические дела. Происходило очень много интересного. Также есть версия, что город Стамбул назван самими турками. Ислам-бол. Бол это много с турецкого языка, переводится ислам, мы все знаем это название религии, которая является основной религией Республики Турция. Кстати, я забыла сказать, сегодня, именно 29 октября, Республика Турция отмечает свой праздник. В 1923 году была основана Турция как республика, которая стала иметь своего президента, а не управляться султаном. Потому что в 1923 году произошла революция, и Султанская Османская империя превратилась в Республику Турция. Ребятки, знаете ли хотя бы одного османского султана, турецкого султана? Можно просто... Выкрикивайте, да, выкрикивайте, если знать. Султан. Султан Сулейман, конечно, Сулейман великолепный. А еще? Сальдар. Ну, к сожалению, в истории Османской империи не было такого султана, да, но был великий завоеватель, именно тот султан, который завоевал Стамбул, и в честь него названа Голубая мечеть. Подскажите, кто был в Стамбуле, в честь кого выстроены? Кто выстроил? Какой султан выстроил Голубую мечеть? Она носит его название. Фатих, завоеватель Мехмед, да, это как раз-таки тот Сулейман, который завоевал в 1445 году Стамбул и стал завоевателем империи. Ну, ребят, давайте посмотрим, да, что город имел три названия, и на самом деле, Валерий Алексеевич еще в начале сегодняшних первой лекции сказал, что это город, который являлся столицей трех империй. Представьте себе, какую историю, какую архитектуру, какую память хранит этот город. И сегодня мы пройдемся лишь по некоторым местам, по некоторым загадкам. И первая загадка посвящена проливу. А скажите, пожалуйста, какой пролив в Стамбуле протекает? И чем он особен, в чем особенность? Кто знает? Подскажите, пожалуйста, да? Он соединяет Черное море и Средиземноморское. Нет, 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 не Средиземноморское. Оно чуть ниже, да? А какие моря соединяет и разделяет Стамбул на две половинки? Как называется этот пролив? Босфор. Посмотрите, пожалуйста, пролив Босфор. Этот пролив загадочен тем, что он соединяет Мраморное и Черное море, но при этом разделяет Стамбул ровно на две половинки, на европейскую и азиатскую часть. Вы представляете, находясь в одном городе, вы можете одновременно находиться либо в Европе, либо в Азии. И переход от одной половинки к другой составляет всего лишь 700 метров. То есть проплыв 700 метров, вы можете оказаться из Европы в Азию и обратно из Азии в Европу. Так вот, название пролива Босфор, самая главная его загадка происходит еще из того, что он связан с легендой древнегреческой. Скажите, пожалуйста, а вы знаете древнегреческие легенды? Читали их? Знаете, конечно, вы их проходите. И подскажите, пожалуйста, как звали самого главного бога в древнегреческой мифологии? Конечно же, Зевс. И вот представляете, Зевс влюбился в Ио, но при этом он был женат. И чтобы избежать того, чтобы его супруга наказала его любовь, он превращает ее в белую корову, чтобы она смогла убежать и не почувствовать на себе месте его законной супруги Геры. И его влюбленная, превращенная в белую корову, пытается убежать от Геры через пролив. И вот этот пролив с тех самых пор начинается называться Босфором. От слова «бо» — корова, из «фор» — переход. Вот «софер», наверное, если кто-то владеет татарским языком, вы знаете, «софер» — путешествие, да? Таким образом Босфор приобретает свое название еще из древнегреческой мифологии. А еще одной загадкой Босфора можно отметить то, что те, кто много плавал, либо те, кто там живет, называют этот пролив чертовым. Знаете почему? Кто-нибудь знает эту загадку? Почему? Потому что, несмотря на то, что он совсем-совсем узенький, всего лишь 700 метров самой широкой его части, этот Босфор имеет очень глубокие мощные течения и порою может так завернуть воронку, что даже кораблям приходится ой-ой-ой, как несладко. Но при этом есть еще миф о том, что Босфор имеет два течения. Одно идет спокойное, а внизу, на самом донышке, проходит второе. И как раз оно и создает вот эти чертовы воронки, которые порой даже при полном штиле создают кораблям очень сложные проходы, очень большие сложности. Но давайте от Босфора переведем еще к одной загадке Византийской империи, которая существует и по сегодняшний день. Одна из архитектурных памятников. Это, конечно, цистерна базилика. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь слышал про цистерну базилика? Не слышали? Хотите услышать? Ну, конечно. На самом деле, я буквально два дня назад в нее спускалась, и действительно, ощущения очень волшебные. И кажется, в каждой колонне, а их там очень-очень много, можно увидеть и загадку, и сказку, и даже легенду. Так вот, эта цистерна базилика, ребят, представьте, она была построена более полутора тысяч лет назад. И по сей день она может использоваться. Для чего же она была построена и что это такое? А что такое слово цистерна? Что она обозначает? Она бывает и в машинах, все правильно, да? Еще большие баки мы называем цистерны. Для чего они нужны? Чтобы перевозить. Ну, перевозить, если они маленькие, а это очень большая цистерна, в нее помещается. Представьте себе, сто тысяч литров воды. Так вот, она была нужна в Стамбуле. Знаете, для чего тогда еще в Визансе? Потому что Стамбул окружен морями, и там совершенно нет питьевой воды. Любая вода, которая течет в кранах Стамбула, она морская. Ее просто очищают. И для того, чтобы хотя бы попить воды в Стамбуле, ее обязательно нужно покупать. Либо ее привозят из других источников. Так вот, ровно полторы тысячи лет назад эту цистерну построили для того, чтобы в ней можно было собирать питьевую пресную воду. Она нужна была жителям для того, чтобы ее можно было пить, когда не было возможности воду привезти. А когда не бывает возможности привезти воду? Ну, в жару, конечно, само собой. Когда происходит осада города, потому что город был очень лакомым кусочком. На город всегда покушались. Его всегда хотели завоевать. И вот для того, чтобы удержать эту осаду, всегда в этой цистерне была вода. И посмотрите, пожалуйста, если вы увидите на фотографиях, то в этой цистерне базилика, а базилика она называется, потому что она была построена на месте базилика собора Святой Софии, можно увидеть очень много колонн. И представьте себе, что все эти колонны были приведены с разных уголков земли. Вот так они хотели сохранить, собъединить в одной архитектурной ассамблее очень много разных колонн. Самый интересный из них является, посмотрите, пожалуйста, она вот здесь, плачущая колонна. С ней тоже связано очень много загадок. На самом деле она не плачет, просто она всегда пропотевает в силу того, что очень большая влажность. Но вы видите, на ней есть узоры в форме глазок. И есть одно из поверьев, что если вы вставляете большой палец в одно из глазиков и прокручиваете на 360 градусов, то загаданное в этот момент ваше желание может исполниться. Испытайте, мои желания исполняются всегда. А еще одна из очень интересных особенностей загадок этой цистерны в том, что в ней хранится голова медузы Гаргонна. Кто слышал про медузу Гаргонну? Ух, какие молодцы! А говорите, что не читали! Так в чем же особенность? Какие легенды с ней связаны? Гаргонна, если посмотреть в ее глаза, то ты застываешь в камень на всю жизнь. Отмениваешь, да? Ты превращаешь в камень, совершенно верно. И что можно, как вы думаете, до сих пор еще можно закаменеть? Да. Серьезно? Ну вы знаете, на самом деле, те, кто строил эту цистерну, до сих пор считают, что голова... Да? Еще есть легенда, что если ей отрубить голову, то она еще один раз может действовать. Еще один раз может быть действовать. Но на самом деле голова у нее уже отрублена. Можно следующий слайд? Я читала. Ее в волосах очень много змей. Да, у нее волосы формы из ней, и глаза у нее действительно превращают в камень. Но на сегодняшний день голова уже срублена, и она лежит глубоко-глубоко вот в этой цистерне. Если у вас будет возможно съездить туда, смело смотрите ей в глаза. Она уже вам ничем не страшна. Медуза Гаргона долил Персей с помощью серебряного щита. Совершенно верно. И вы поверьте, по сегодняшний день вы можете увидеть щиты, рукоятки которых украшены этой головой медузы Гаргоны. Ну, ребят, давайте. Об этом можно говорить тоже целыми часами. Мы перейдем еще к одной загадке. Это Девичья башня. По-другому ее называют Каскуляси. Слышали вы когда-нибудь про Девичью башню? А легенду про Леандра тоже слышали? Не нужно рассказывать? Думаете? Ну, так вот, Девичья башня, на самом деле, эта постройка, она была предназначена для того, что она насходится в самом узком месте пролива, того же Босфора. И она нужна была для того, чтобы можно было смотреть, какие корабли плывут в сторону Стамбула, кто уплывает, и кто на этих кораблях. Но, если честно, то, наверное, вы слышали, что... Кстати, посмотрите, пожалуйста, а вот картина, та, которая слева, вам ничего не напоминает? Кто скажет, кто художник? Нет, это... Она похожа, да? А я чуть-чуть наведу ваш вопрос. Кто автор этой картины? Совершенно верно. Кто ты? Покажись. Кто скажет? Умничка. Это действительно картина нашего, да, художника Айвазовского. И немало еще художников, которые впечатленные этой красотой, этой девичьей башни, рисовали ее картины в разные периоды, в разные времена года, в разные дни, в разные часы дня и ночи. И вы знаете, на самом деле есть много-много легенд. Но мне самой лично нравится легенда о девичьей башне, которая связана еще с временами правления византийского императора Константина Великого. Так вот, согласно этой легенде, дочери Константина Великого было предназначено умереть в день ее рождения, 18 лет. И чтобы избежать этой трагедии, Константин Великий велел отремонтировать девичью башню и поселить свою дочь там, чтобы никто не смог до нее добраться. Он организовал очень сильную охрану, никто туда не мог прийти. Вы знаете продолжение? Нет, нет, нет. Она очень напоминает историю про спящую красавицу, но, к сожалению, у нее не очень хороший конец. Да, спящая красавица это сказка с хорошим концом. А здесь, в день ее 18-летия, Константин посылает подарок своей дочери. Огромную корзину с цветами и с фруктами. И вот дочь, получив этот подарок, приносит в комнату, а из корзины выползает ядовитая змея, жалит девочку. И девушка, к сожалению, в день своего рождения, 18-летия, как ей было предначертано, предначертано погибает. Ну, немножко печально, но, тем не менее, девичья башня по сей день стоит, красуется в самом проливе, встречает всех своих гостей, провожает. И на сегодняшний день является такой же красивой изуминкой, загадочной изуминкой этого города. Ребят, скажите, пожалуйста, можем ли мы загадками называть только архитектурные сооружения и какие-то интересные места? Наверное, нет. Загадочными были и жители Стамбула. И вот одним из самых загадочных, одним из самых могущественных для меня были не сами султаны, а был архитектор Синан. В истории его также знают как Мимар Синан, да, Мимар с турецкого языка переводится как архитектор. Так вот, представьте себе, за 50 лет, которые он работал в качестве архитектора, придворного архитектора, ему удалось простроить, сконструктировать более 350 объектов. Из них 84 мечети, в том числе и мечеть Сулеймания, которую Султан Сулейман, который известен вам, наверное, и по фильмам, и по историческим книгам. Среди них 52 маленькие мечети, 52 мадресе, 7 огромных школ, 22 мавзолея, 7 плотин, 8 мостов, 20 караван-сарафь и много-много-много всего. Представьте себе, в те времена, когда не было компьютерной графики и когда все расчеты проводились вручную, этому архитектору удалось построить такие памятники архитектуры, которые стоят по сей день, и мне кажется, их еще увидят не только наши, а ваши правнуки и правнуки ваших правнуков. Так вот, архитектор Синан отличается тем, что он построил много-много, я сказала, до памятников. Одна из них является мечеть Сулеймания. Это мечеть, огромный комплекс с мавзолеем, в котором до сих пор вы можете увидеть могилу султана Сулеймана и его любимой жены. Скажите мне, Кюрен Султан, либо Роксоланы, которую мы знаем как Роксолану. Так вот, мечеть Сулеймания, несмотря на то, что она и сегодня стоит в своем величии, также имеет в своей истории очень много загадок и легенд. Так вот, когда строилась эта мечеть, архитектор Синан после того, как были закончены работы с фундаментом, сделал большую паузу. Он сказал, всем строителям, мы отдыхаем, мы не будем ничего делать. А Сулейман так хотел еще при жизни увидеть свою мечеть, и он его отругал. Ты, архитектор, какое ты имеешь право? Я султан, я тебе приказываю. А он сказал, ну если вы мне приказываете, то я вообще развернусь сюда и достраивайте свою мечеть сами. Но знаете, на самом деле, ведь это надо было для того, чтобы фундамент осел. А мы знаем, что город Стамбул это город семи гор. Это город, который расположен на возвышенностях и падениях. И на самом деле, по сегодняшний день очень интересный ландшафт. Когда вы будете ходить, вы всегда должны быть готовы к тому, что вы будете подниматься в горы, а потом с нее скатываться и вновь заползать на высокие крутые горы. Так вот, Мимар Синан сделал паузу ровно в два года. А в это время иранский шах, который очень-очень завидовал султану Сулеймана, ведь при Сулеймане Великом Османская империя имела свой расцвет, отправил ему в вагон, на корабле целый вагон драгоценностей. И отправил при этом письмо. Сулейман, я чувствую, у тебя закончились деньги, чтобы достроить свою величественную мечеть. Так прими от меня дар в помощь, для того, чтобы ты смог закончить ту работу, которую ты начал. Султана Сулеймана это очень оскорбило, ведь он в этом увидел упрек. Что, Сулейман, кишка танка, денег у тебя не хватает. На самом деле они просто выжидали, пока сядет фундамент, а султан Сулейман, сильно обидевшийся, приказал все эти драгоценности, которые ему послал иранский шах, захоронить во дворце, во дворе, в дворике мечети. Там есть специальный минорет. Вот посмотрите, пожалуйста, вот здесь буквально вы увидите в центре небольшое кругленькое маленькое построение. И согласно легенде, все те драгоценности, которые иранский шах подарил султану Сулейману, захоронены там, смешанные с цементом, с раствором и с мрамором. И только самые драгоценные бриллианты, изумруды и рубины, которые очень любила супруга Сулеймана Хюрем, вот ими были украшены верхушки миноретов. Огромные минореты, украшающие мечеть Сулеймане означают четыре великих султана, которые правили Османской империей. Это Мехмед-завоеватель либо Фатих Мехмед, это Боизид II, это султан Селим-Явус и, конечно же, Сулейман Великолепный, который непосредственно и построил эту мечеть. Еще одной очень интересной загадкой, вы знаете, для меня это было очень интересно, является то, что вся копоть, а мы знаем, что в те времена, когда строились мечети, не было электрических лампочек, все подсвечивалось свечками, и вот копоть от этих свечек, которая поднималась, лампа, их было очень-очень много, мечеть вдохновляет своими размерами, вся копоть по каналам уходила в одну комнату, и из этой копоти, из этой сажи, которая там собиралась, вы не поверите, что делали? Что можно сделать? Чернила! Вы представляете, из этой сажи делали чернила, и эти чернила считались самыми-самыми лучшими. И вот песцы, которые собирали эти чернила, ими писали историю Великой Османской империи. Этим также интересен этот архитектурный памятник. Следующим архитектурным памятником является дворец Топ-Капе. Знаменитый турецкий писатель Архан-Памук называет Стамбул городом тайной, где каждая дверь, каждая труба, каждая улица, каждый мост, каждая арка, каждая чинара означают нечто иное, чем они на самом деле являются. Одно из самых загадочных, таинственных и знаменитых мест в Стамбуле по мнению писателя и по общему признанию тоже всемирно известный дворец султанов Топ-Капе. Дворец Топ-Капе в Стамбуле одна из самых колоритных достопримечательностей Турции. Здесь утонул в бане Селим Пьяница, сошел с ума Ибрагим Безумный, блистал Сулейман Великолепный и плела своей интриги знаменитая Роксолана Хюрям Султан. В музее хранятся бестенные сокровища султанов, плащ пророка Мухаммеда и даже одна христианская святыня правая рука Иоанна Крестителя. А еще здесь красивейшие мозаики и витражи, сады, клумбы, фонтаны и шикарные виды на Босфор. Целых 400 лет дворец ТОП-КП служил и служит основной резиденцией султанов. Целых 25 султанов Османской империи жили именно в этом великолепном месте. Дворцовый комплекс был возведен еще в середине 15 века на месте Византийского Акрополя по приказу Мехмеда II. Сначала во дворце жил сам султан, устраивая здесь официальные приемы и заседания, но уже в середине 16 века султан Сулейман по просьбе Роксоланы построил на территории Гарем дворца ТОП-КП, где поселились его жены и дети. Вы знаете, о Стамбуле можно говорить очень долго, но самое главное, и самое интересное и самое полезное это, конечно, съездить и хотя бы один раз увидеть его своими глазами. Но тот, кто однажды его увидит, тот, кто однажды почувствует дух Стамбула, он, конечно же, захочет вернуться туда вновь, вновь и вновь. И свою сегодняшнюю лекцию я хочу закончить стихотворением великого турецкого поэта Вили Канака. Он, конечно, написал на турецком языке, а я хочу зачитать стихотворение на русском. Вы параллельно сможете увидеть картины, которые вдохновили этого поэта на такое стихотворение. Я слушаю Стамбул с закрытыми глазами, И легкий ветер вдруг подул издалека, Деревья заколышутся слегка, Зажепчатся природой голосами, Вот где-то далеко звучит, не умолкая, Красивый колокольчик, Тонкозвон, Разносчиков воды сопровождает он, А я все слышу Стамбул с закрытыми глазами, Я слушаю Стамбул с закрытыми глазами, А в это время птицы прилетают, Кричат, как будто что-то знают, О том, чего не знают сами. Вот женщина касается воды ногами, Вдальянах сети расставляют в тине, Запутавшись, как муха в паутине, Я слушаю Стамбул с закрытыми глазами, Я слушаю Стамбул с закрытыми глазами, Прохрадный рынок Копала чарши, И оживленная мечеть Махмуд Паши, Воры с воркующими голубями, Я это слышу, Чувствую и знаю, Вот звуки молота доносятся из дуков, В весеннем ветре растворенный запах пота, Я слушаю Стамбул с закрытыми глазами, Я слушаю Стамбул с закрытыми глазами, И в голове моей Остался до сих пор Замысловатое опьянение Узор От тех пирушек, Где гулял с друзьями, Я слушаю свои воспоминания, Тот берег с лодками И темнота, Я в южных дуновениях Ветерка Всю слушаю Стамбул С закрытыми глазами, Я слушаю Стамбул С закрытыми глазами, Красотка там идет По тротуару вдруг, Пусть ругань, песня, Болтовня вокруг, Но безразлична ей Между словами, На камне что-то падает Из рук, Она идет, Оставив без внимания, Должно быть роза, Что несла свидание, Я слушаю Стамбул С закрытыми глазами, Я слушаю Стамбул С закрытыми глазами, На юбке Птица затрепещет У кокетки, Как бьется сердце, Рвется вон из клетки, Горячий лоб ее, И нет, Я уже узнаю, И влажность губ Ей я скоро осознаю, Из-за деревьев Выплыл месяц белый, Мне это подсказал Сердечный стук несмелый, Я слушаю Стамбул. Спасибо большое, Эльмира Камильевна. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok